Я унес бы это чудо на своих ладонях в Париж, сказал Наполеон об этом городе. Слава богу, этого не произошло, а то поездка сюда была бы такой же дорогой, как и во Францию. Калининград — город, застрявший между Европой и Азией. Многовековая прусская история живет здесь в коммунальной квартире с советским, прошлым, а с недавних пор к ним присоединилась, и Россия, которая сегодня главная на кухне. Вот и приходится таким разным характером как-то уживаться, находить общие темы и, конечно, уважать пространство соседа. Пока вроде получается. Калининград — прогулка. Друзья, перед видео небольшой дисклеймер. Обычно я путешествую по центральной России со своими феноменами, явлениями и терминологией. Там все более-менее понятно и устаканено. Оказавшись на территории бывшей Восточной Пруссии, я столкнулся с невероятным количеством новых для себя терминов, новых фамилий. В общем, лексика здесь иная. Поэтому могут быть ошибки в ударениях, вы не обессудьте. Как говорится, век живи, век учись. Если я буду ошибаться, пишите об этом в комментариях. Мне будет интересно узнать, а как же правильно звучат те или иные слова. А это, господа, достопримечательность всея Калининграда и, может быть, даже области — рыбная деревня. Это дань немецкому прошлому. Туристический квартал, абсолютный новодел. Появился он здесь в 2006 году. Изначально планировался как такой этнографический центр, но сейчас приобрел более развлекательно туристическую направленность. Здесь кафешки, рестораны, музейчики. В общем, все красиво, прекрасно, замечательно стилизовано. Из интересных экшенов можно подняться на башню «Маяк», с которой открывается отличный вид на собор. Откуда такое название вообще «Рыбная деревня»? Дело в том, что давным-давно, недалеко от этого места, был популярный в Кёнигсберге рыбный рынок. Он располагался между мостами Медовый и Юбилейный. И, в общем-то, рядышком здесь исселились рыбаки, которые торговали своим замечательным, наверняка вкусным товаром. Вот название «Рыбная деревня» — это как раз-таки дань немецкому прошлому Кёнигсберга. Замечательное место, туристов здесь хватает. Кстати, сейчас не так много, поэтому рекомендую сюда приходить с утра. В этот центральный туристический кластер Кёнигсберга входит также новое здание синагоги. Старая постройка, к сожалению, была утрачена в 1938 году, когда происходили те самые страшные события хрустальной ночи, погромы в еврейских кварталах, уничтожали храмы иудейские. Вот, в общем-то, ту синагогу, которая была очень красивой, вместительной, большой, прекрасной, ее тоже сожгли. Она считалась, кстати, одной из красивейших в Германии. 45 метров у нее была высота. У новой, ну, плюс-минус примерно столько же, я так понимаю. В 2010 году появляется здесь новое здание. Тоже очень-очень большая синагога, рассчитана на 2000 человек. Кстати, рядышком к синагоге примыкает здание иудейского сиротского приюта. И оно, между прочим, оригинальное 1905 года постройки. Вот ему повезло сохраниться в таком достаточно красивом, первозданном виде. Ну, конечно, его тоже реставрировали. Сегодня внутри, кстати, сиротского приюта находится обычный жилой дом. Что ж, друзья, мы прошли по Медовому мосту и оказались на острове Кнайпхоф, который сегодня называется Остров Канта. Раньше это был отдельный город, здесь селились купцы. И вообще он назывался Город Купцов и Бирж. Но пришли мы сюда не для того, чтобы рассказывать про капиталистическое прошлое Кёнигсберга, а для того, чтобы посмотреть настоящую жемчужину города. Главная достопримечательность Калининграда, конечно же, это кафедральный собор. Вот он, красавчик, большущий, огромный. Размеры его действительно впечатляют. И на картинках он выглядит гораздо более локальным и скромным. В жизни, поверьте, это просто фантастика. Кафедральный собор Калининграда – настоящий осколок древнего прошлого города. В годы войны исторический центр был уничтожен. Собор тоже представлял собой руины. Но в 90-е годы ему вернули парадный внешний вид. Очень красивая кирпичная северогерманская готика, редкая для России, как вы понимаете. Собор, к слову, не действующий. Внутри находится музейная экспозиция и находится большой органный зал, где проводят концерты. То есть, если хотите посмотреть интерьеры собора, то нужно купить билет на концерт. В общем-то, это сделать рекомендую, потому что действительно акустика чарующая. К слову, стоит один из самых больших органов Европы, что тоже добавляет бонуса этому месту. Здесь же рядышком находится могила Эммануила Канта. Давайте на нее тоже посмотрим. А вот здесь находится могила выдающегося философа Эммануила Канта. Его имя неразрывно связано с Калининградом. И считается, что благодаря тому, что останки большого ученого и большого умника покоятся здесь, Кёнигсбергский собор сохранился, его восстановили. Потому что Канта очень любили большевики. Он вообще считался таким предтечей Маркса и Энгельса. Ленин его цитировал. Вот, поэтому большим уважением относились к этому философу. Ну и большое спасибо ему за то, что собор восстановили. Кант был человеком очень интересным. Он даже у немцев слыл этаким чудаком. Дело в том, что у него было достаточно слабое здоровье, поэтому он был вынужден придерживаться жесткого графика, диет, прогулок. В общем, вел здоровый образ жизни. И горожане города могли по нему сверять часы, потому что ровно каждый день в 17.00 могли видеть его прогуливающуюся фигуру по городу. Ну вот смеялись-смеялись над ним. Между прочим, человек дожил до почтенных 80 лет, что для того времени было просто невероятным значением. Я думаю, те, кто над ним смеялся, покинули этот мир гораздо раньше. Еще один интересный факт про собор. Он стоит, между прочим, на мощных дубовых сваях, потому что грунт, на котором он установлен, все время плывет. Он очень неверный. Так что такая вот инженерная хитрость, такая громадина покоится на деревянных мощных сваях. А это, друзья, настоящий нетипичный неоренессанс на земле Восточной Пруссии. Здание Биржи. Выстраивает ее бременский архитектор с очень оригинальной фамилией Мюллер. В 70-е годы 19 века появляется эта постройка. И здание тоже стоит на сваях, как и Кёнигсбергский собор. Вообще, очень оригинальная постройка. Настоящий осколок античности на прусской земле. Выглядит очень фактурно и красиво. В общем-то, здесь кипела вся деловая жизнь города. Проводились сделки, торги. Даже иногда устраивали концерты. И выставки тоже проводились в этом здании. Здание очень сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны. Его в 60-е годы прошлого века восстанавливали. И сегодня внутри Музея изобразительных искусств достаточно приличная коллекция художников Восточной Пруссии. Поэтому, если у вас есть время, обязательно заглядывайте и наслаждайтесь. Это, друзья, одни из самых красивых сохранившихся ворот Калининграда Королевские. И из названия понятно, что вели они в сторону Королевского замка. И по дороге через эти ворота проезжали и представители королевской семьи, и представители свиты, и, конечно, гости. Ворота напоминают настоящую средневековую крепость. Выглядит очень мощно, красиво. На фасаде мы видим три скульптуры. Основатель Кёнигсберга Токар Багемский, первый прусский король Фридрих I, и первый прусский герцог Альбрехт Бранденбургский. Между прочим, он основатель университета Альбертина, тоже легендарное образовательное учреждение. Старейший университет Пруссии и Европы существует с 16 века. Внутри королевских ворот сегодня историко-культурный центр, великое посольство. Интересно, что ворота заложены Фридрихом Вильгельмом IV, а он был старшим братом императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, ну и, соответственно, матери Александра II. Вот так вот очень плотно переплелись судьбы и российской, и прусской короны. Закхаймские ворота появились первыми в 1848 году, и играли они роль въездных ворот, то есть здесь располагалась главная КПП, где проверяли документы у желающих попасть в город. Поэтому постройка выглядит очень строго, аскетично, как бы показывая, что в нее заложен очень такой прагматичный функционал. На переднем фасаде раньше располагались медальоны двух генералов, Йорка и Белова. Они играли важную роль при подписании русско-прусского соглашения о сотрудничестве в борьбе с Наполеоном, но сейчас медальоны в крайне плачевном состоянии, поэтому портреты там разглядеть проблематично. Сегодня внутри находится арт-площадка и кофейня. Амалийнау Ну и какой же Калининград без Амалийнау? Замечательный, красивый район немецких вилл в годы Великой Отечественной войны. Чудесным образом большинство из них не пострадало. Вообще Амалийнау создавался по концепции город-сад. Это когда пригороды застраиваются небольшими виллами, а на прилегающей территории делаются парки. Всю эту концепцию реализовывали два талантливых архитектора. Фридрих Хайтман вездесущий и Йозеф Крэчман. И, конечно, все эти замечательные особняки были рассчитаны на людей обеспеченных. Купцов, чиновников, предпринимателей. В общем, тех, кто имел средства здесь жить. Потому что все-таки Амалийнау, конечно, это был элитный район. Интересно то, что у этого района были определенные заповеди. Например, дома должны были быть не выше двух этажей. У каждого здания должен был быть свой полисадник. Ну и дистанция между домами тоже должна была быть приличной, чтобы не досаждать своим нахождением здесь соседям. После войны из некоторых домов сделали коммунальные квартиры. А с 90-х годов их потихонечку выкупают предприниматели, опять же, какие-то частные владельцы. И восстанавливают виллы, делают их вновь красивыми и прекрасными. А в большинстве вилл сегодня существующих расположены детские сады. Тоже такое очень приятное применение нашли красивым домиком из 19 века. Что ж, предлагаю посмотреть на самые отличительные виллы Амалийнау. А вот за растительностью спряталась вилла Михаэлес. Ее показать как-то крупно проблематично. Забор зарос лозой, не знаю уж виноградный или нет. Да и перед фасадом, видите, тоже высятся два дерева, поэтому крупным показать не получится. 1905 года постройка. Все это реализовано с элементами романтизма. И построена она для Эрнста Михаэлеса, директора северогерманской кредитной компании. Уже из названия его должности понятно, что человеком он был обеспеченным. Выглядит это все как сказочный замок, внутри которого своего рыцаря дожидается принцесса. Самая большая вилла в Амалийнау – вилла Винтер. Построена она в 1910-1912 годах. Выстраивает это все великолепие архитектор Фридрих Ларс. Для известного тоже мецената, благотворителя и, конечно, предпринимателя Соломона Винтера. Он был владельцем гороховой мельницы. Это предприятие приносило ему существенный доход. И, как вы догадались по фамилии, Соломон Винтер был евреем. И очень много жертвовал в пользу синагоги Кёнигсберга. Сегодня в этом абсолютно классическом здании, которое не слишком типично для Амалийнау, находится федеральная налоговая служба. Одна из самых колоритных вилл Амалийнау – вилла Лео. Построена она плодовитым Фридрихом Хайтманом для владельца судоходной компании, депутата городского совета Людвига Лео. Появляется одно из первых. Это постройка очень красивая. Здание с элементами романтизма. Выделяется фахверковая крыша. После войны здесь стал размещаться детский сад, который работает и поныне. Ну и отдельного упоминания заслуживает красивая металлическая ограда, подлинная, между прочим. По выходным владелец особняка всегда открывал калитку нараспашку, приглашал всех желающих на чай. В Амалийнау есть несколько вилл Шмидта, отца, сына. Если у сына здание попроще, то вот у отца, конечно, особняк шикарный. 1903 года постройки это здание. Эдуард Шмидт был владельцем завода минеральной воды, источник королевы Луизы. Это фирменная кёнигсбергская вода. Люди её активно пили. Именно поэтому господин Шмидт мог позволить себе вот такое вот красивое помпезное здание. Сделано оно, как видите, из красного клинкерного кирпича. Стиль такой романтический, готический, можно так его назвать. Очень красноречиво выглядят рельефные пластины между окон. Богатая лепнина, конечно, с изображением лиц и львов. Соколь, как видите, сделан из валунных камней, тоже добавляет такой некой монументальности. И здесь тоже располагается детский сад. А вот за бурной растительностью спряталась ещё одна вилла Маковский. 1905 года постройки. Жёлтый клинкерный кирпич выделяет дом на фоне соседей. Высокий изящный фронтон, перила лестниц, балконов покрыты глазурью. Господин Маковский был рантье, он жил на втором этаже, а первый этаж сдавал офис у компании по продаже алкогольных напитков. Сегодня дом находится в частной собственности. Вот такая вот колоритная вилла. Когда мы зашли в Центральный парк культуры и отдыха Калининграда, с правой стороны нас встречает кирха королевы Луизы. Построена она в конце 19-го, начале 20-го века в память о королеве Пруссии Луизе. Архитектор, догадайтесь, какой? Конечно, Фридрих Хайтман, кто же ещё? Ну и романский стиль с элементами модерна. В общем, архитектура достаточно сложная и классифицировать её не так-то просто. В годы войны здание было очень сильно повреждено, его уже хотели сносить, но случилось чудо. Архитектор Юрий Ваганов в 60-е годы взял и нашёл постройки очень интересное применение. Полностью внутренне перепроектировали здание и сделали там театр кукол, который работает и сегодня. Вот благодаря этому решению архитектора мы сегодня можем лицезреть такую замечательную, красивую, монументальную кирху, которую, в общем-то, ещё и недавно отреставрировали. Выглядит она очень ново, прянично, прям фантастика. Вот такая интересная скульптурная композиция стоит перед бывшим зданием суда. Называется скульптура «Борющиеся зубры». Ну и за месторасположение в народе прозвали эту композицию «Адвокат против прокурора». Вообще в Пруссии зубры были не редкостью, поэтому можно их называть национальным животным. Зубры – это символ могущества, упорства. Кстати, касательно зубров, на канале есть отличное видео. Посмотрите, мы ездили в заповедник Привокско-Террасный, где разводят этих животных. Познакомьтесь с их бытом. Само здание суда, к сожалению, сейчас мы рассмотреть не можем. Оно, во-первых, это не здание суда, во-первых, это сегодня технический университет. Но на самом деле оно очень красивое. Сейчас, вы видите, реставрирует оно в строительных лесах. Многочисленные валюты, картуши, мощный карниз. Внизу обложено здание большим таким тоже достаточно внушительным рустовым камнем. Я думаю, что когда это всё реставрирует, будет всё это выглядеть очень-очень красиво. А вот, друзья, главный православный храм Калининграда – Собор Христа Спасителя. Вот как удачно мы зашли. Видите, какой красивый перезвон, колокол мы застали. Фигура, надо сказать, вытянута вверх по-католически, согласитесь. Огромные, большие вот эти порталы. Но при этом присутствуют и черты Владимира Суздальской храмовой архитектуры. В общем, как-то всё это гармонично так увязано, интересно, с, конечно, местным колоритом и особенностями. Но при этом недалеко уходят и от классической церковной архитектуры. Собор новый построили в 2007 году. Поэтому вот так выглядит он свежо, интересно и красиво. Прекрасное дополнение богатого на архитектурные достопримечательности Калининграда. Вот, господа, фортификационный Калининград, башня Врангеля. Сооружена в 1859 году и названа в честь генерала-фельдмаршала Фридриха фон Врангеля. Выполнено это всё великолепие в кирпичной неоготике, ажурные пляски, крестовые своды казематов, форнаментальная кирпичная кладка. В общем, всё достаточно сурово, но красиво. Это башня-близнец башни Дона, которая стоит на противоположном берегу Верхнего пруда. Сегодня, как видите, фортификационное сооружение нуждается в реставрации, пока она, к сожалению, не идёт. Я так понимаю, собирают средства, но объект действительно хочется, чтобы восстановили, потому что выглядит монументально. А здесь ещё, кстати, сидит Хомлин-мама. Видимо, пока она выполняет роль защитницы города. А вот и красавица башня Дона. Как видите, сегодня внутри музей янтаря. Фридрих Донн – это генерал-фельдмаршал, участник войны с Наполеоном. Участвовал он за русских, если что, в этой войне. Башня построена в середине 19 века. У неё очень мощные размеры. Диаметр целых 34 метра. Рядом здесь находятся Росгартенские ворота. О них я говорю отдельно. Ну и сохранилась часть стены. Всё это единое фортификационное сооружение. Интересно, что в годы Великой Отечественной войны в башне Дона укрепился немецкий гарнизон. И, в общем-то, он сдался последним. И именно здесь, над башней, было поднято красное знамя, как знак окончания штурма Кёнигсберга. А вот и симпатичные Росгартенские ворота. В 1855 году они построены. Имели эти ворота только один центральный проезд, а в боковых частях располагались уже казематы. Сегодня внутри находится рыбный ресторан. Кстати, сохранилось два медальона сверху, как видите. Это все портреты прусских генералов времён войны с Наполеоном. В 18 веке эти ворота были деревянными. Здесь проверяли документы у желающих попасть в центральную часть города. А вообще Росгартен переводится с немецкого как «конный сад». Вокруг были луга и паслись лошади. Отсюда, в общем-то, пошло название. Эти ворота – часть второго оборонительного кольца города. Но функции у них были скорее декоративные. Видите, они какие красивые. Оборонительное качество не слишком высокие у этих ворот. А вот на самом деле военная нагрузка основная приходилась на башни Дона и Врангель. А вот это, господа, старейшая рукотворная достопримечательность города – замковый или Нижний пруд. Ещё в 13 веке монахи Тевтонского ордена возвели плотину на местном ручье, чтобы у замка был источник воды и можно было поставить мельницу для помола зерна. Так появился вот этот замковый пруд. В 18 веке – любимое место отдыха горожан. Уже тогда местные предприниматели открыли кофейни и различные другие заведения общепита, чтобы радовать и туристов Кёнигсберга, и, конечно, местных жителей. Постройки вокруг пруда – это уже всё, конечно, из нового времени. К сожалению, большинство зданий в годы Великой Отечественной войны были утрачены, но то, что осталось – это отличная зона для променада. А вот там вот за строительными лесами когда-то давным-давно был Тевтонский замок. Тот, с которого, в общем-то, начиналась история Калининграда. Недавно ещё там выселось здание Дома Советов, достаточно спорное, дискуссионное. Но в итоге в этом году от него полностью избавились, и теперь там пустое место. Посмотрим, что там будет в будущем. А это, друзья, обратите внимание, типичный православный храм – Крестовоздвиженский собор. Конечно, я иронизирую, раньше здесь была кирха лютеранско-евангелистическая. Построена она была для местной общины. Очень красивая, огромная ниша портал на фасаде, украшена майоликовой мозаикой. Всё это выглядит очень привлекательно. Вообще, двубашенная конструкция нетипична для немецких храмов. Возвёл это великолепие известный постдамский архитектор Артур Киктон. Кройцкирха в войну пострадала не сильно. Это большая удача. Скорее, в последующие годы, в 90-е больше. Здесь были разные коммерческие компании. До 2006 года здание было в удручающем состоянии. В 90-х постройку восстановили. И этот храм до 2006 года, пока не построили храм Христа Спасителя, выполнял роль главного православного храма города. Внутри, кстати, расположен уникальный янтарный иконостас. Что ж, друзья, давайте резюмировать. Калининград абсолютно уникальный город для России с крутым количеством достопримечательностей. История здесь переплелась в такой мощный узел, что иногда даже самостоятельно распутать его непросто. Поэтому, если вы все-таки сюда добрались, это сегодня не так-то просто. Воспользуйтесь услугами гидов-экскурсоводов. Они вам расскажут не только какие-то общеизвестные, общепринятые факты про это место. Ну и точечно в деталях раскроют этот красивый, замечательный город. Приехать сюда действительно стоит. Повторюсь, да, это сегодня непросто. Но чуть-чуть усилий, и у вас все получится. Чуть-чуть усилий и денег, конечно. Это канал Заметки о России. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал. Впереди много новых путешествий по нашей необъятной родине. До встречи!